Теперь тут просто какое-то реалити-шоу. Муха все время стоит и смотрит на мышек. Мышки сейчас спрятались, немножко спят, а так они периодически выползают. И для мухи это просто развлечение. И кролики тут прибегают смотреть на мышек. В общем, мышки всем понравились. Да, ну сейчас они что-то там попрятались немножко. Муха, они попрятались. Скажи, ну как так, почему они попрятались? Кто им разрешил, когда тут стоит муха и смотрит? А там слушает, как они шуршат. Такая заинтересованная. Я там понавесила им уже каких-то гамачков, трубочек. Немножко закрыла со всех возможных сторон. Где-то что-то закрутила. В общем, надежда, что не выберутся. Но вот этот маленький рататуйчик, он все время выбирается. Как-то как он там, через что, я уже не могу понять. Уже вроде бы все тут уже, что можно, перевязано, завязано, закручено. Да, мошенцы? Что они там, чему они там спят, так скажи? Почему они спят? Есть, а тут муха сидит. Муха. Ну пускай они вечером выйдут. Нет, это же такое внимание. Почти как в шоу, за стеклом там или еще что-нибудь. Будем сидеть и настойчиво смотреть. Вот, кто-то там уже мелькнул. Да, пойдем посидим, посмотрим мышей. Посидим, посмотрим. Кто у нас тут такой? Маленький-миленький вышел. Коже, как интересно. Интересно, что мыша вышла погулять. Мне вот нравится, что они, конечно, и спят днем, и выходят. То есть нет так, что вот, как мои хомяки, которые там только поздно-поздно-поздно вечером выбираются. Так, муха, скажи, кто-то такие? Новые жильцы. Привет, Саня. Привет, Саня. Закрыла вот здесь, завязала такими шнурочками, где они могли пролезть. Тут завязала тоже материалом. Так что, может быть, сейчас не будут вылезать. А по передней стенке я не видела, чтобы они выбирались. Они там на этих настыках немножечко. Ну, мышите, не мышите. Тряпочки. Накидала им, а они все тряпочки обратно выкинули. Тряпочки, бумажки вы зачем выкинули? Или там кто-нибудь сидит и закрыл себе так домик? Тут не понять уже. Что они тут творят? Там есть кто-нибудь в домике? Или нет? Или вы просто вытащили? Просто вытащили. Ну, Миша. Миша. И остальные там. Видно. Мух на них даже сквозь тряпочку смотрит. Это тонкий такой платочек. А, кто-то там был. Я его там загородила. А, оказывается, там кто-то был. В том домике тоже ночевал. То есть они так не в одном домике. Они как-то распределяются по домикам. Ну, ну-ка. Каждый выбирает что-то свое, какое-то себе место, где он будет ночевать и проводить время. Любопытная жизнь. Вот он теперь в гамачке этот. Вот такой получился второй этаж. Ах, мы чешемся, чешемся. Смешная какая. Ну, так хорошо тут ползает везде. Огурец не захотели кушать. Огурец им не сильно понравился. Ну, муха туда не засовывай голову. На закрытие эта муха сейчас туда будет попытаться забираться. Ну, они все время исследуют все. Очень любопытные, скажи. Надо исследовать все. Вдруг где-то найдется опять какая-нибудь нара-дыра. Ну, эти вот, наверное, они уже немножко потолще. И голова может покрупнее. Я не видела, чтобы они выбирались наружу. Только маленькие этот черненький с беленьким. Вот тут еще такая малявочка. Так что думаю, что в принципе клетка подойдет. Только нужно вот немножко времени переждать. Внимательно последить. Пока он там чуть-чуть не подрастет, эта малявка. Тогда уже не будет риска, что они куда-то разбегутся по всей квартире. У меня однажды были джунгарские хомяки. Их там тоже размножилось. Наверное, было штук 20 почти. Вот. И однажды ночью они так благополучно из своей клетки выбрались. И все куда-то исчезли. И я была в шоке, потому что я представила, как джунгариков маленьких вообще по моей сильно заставленной всякой мебелью, цветами, книжками, как их найти. Вот, ползла, ползла, искала, искала. Но вроде ни одного не нашла. Думаю, да что ж такое, куда же они-то делись-то. Я была уверена, что они там каждый в свое место побежал куда-то. Оказывается, нет. Они все дружной толпой. Я даже представляю, как это все выглядело ночью. Так, гуськом, друг за другом, все там 18 штук или сколько их было, пошли на кухню. На кухню они залезли там под эту трубу, где вода. И там устроили себе такое большое, это самое, хомячье гнездовье, спальню. И я их всех там и нашла, все 18 штук. Ну вот действительно, при мысли, что они не разбежались, а все шли друг за другом из комнаты на кухню на довольно большое расстояние. Увидеть это, как все это смотрелось, это, конечно, было бы, наверное, очень интересно. К счастью, они там были вот все сонные, не разбежались. Я их там из-под трубы, в общем, и вытащила из-под раковины на кухне. О, кролики тоже пытаются. Тут им интересно, за занавеской там прыгают, носятся. Муха их будет сейчас гонять, наверное, конечно. Потому что они там, не там. Загадочные кролики. Вот его видно, как он смотрит на меня из-за занавески. Тут у нас как будто бы такой невидимый барьер прозрачный. Мы их не пускаем сюда с мухой. Потому что здесь много компьютерных проводов различных. Это кролики в комнате, это смерть провода. Там, вот, они хоть и подросли, но все равно они любят погрызть. Ну, муха, пока мыши не хотят еще активно гулять, они вышли, посмотрели и пошли опять спать. Так что вот такое у нас реалити-шоу теперь каждодневное будет. Продолжение следует... Продолжение следует...